Доброе утро, доброе утро, с вами снова Абик Элкин и Александр Шунин. Доброе утро. Сидим, вспоминаем юность, молодость, у кого был кассетник, у кого двухкассетник, у кого какие записи в том числе. Двухкассетник даже лучше. Да, двухкассетник значительно лучше, потому что можно было переписать с одной какой-то кассеты очень дефицитной, какую-нибудь музыку приятную на свою, личную. И потом, слушайте, а кто-то деньги даже зарабатывал, фаркзывали. В школе даже у нас был мальчик, который продавал самозаписанные кассеты, там, не помню, за сколько, за два рубля. Самое интересное, что это была эпоха, многие даже не поверят, что было такое время, было такое время, когда не было интернета. Да, с трудом, даже я с трудом вспоминаю это время, но было такое, не было ни компакт-дисков, ничего. И компьютера-то не было, да. Они появились кассетами и в том числе записями латвийских музыкантов, там, тот же самый Зодиак, он же не только выходил на пластинках, но и на кассетах. И замечательные были сборники, вот я, например, помню, Адблс, например, такие кассетные версии музыкальных программ. А мы все это к чему? В минувшую субботу в Риге состоялась уникальная лекция, ее прочел Раймонд Межекс. О 50-летии, вот такой юбилей кассет с записями латвийских исполнителей. Раймонд сегодня с нами, доброе утро. Доброе утро. Давайте вместе повспоминаем самые яркие музыкальные фрагменты нашей юности, молодости. Во-первых, чем вообще отличались в музыкальном плане записи именно в Латвии? Ну, я так понимаю, ну, Ульц Калнсима завод выпускал же кассеты тоже? Ну, сначала первый завод был в Таллине. Первый директор был Вайна Верлин. Мы пригласили, этим летом пригласили на цессис, на кассетную ночь, когда я первый раз делал эту лекцию. Я начал это исследование четыре года назад, но в Риге начинался этот кассетный цех. Был открыт немного позже, это было в 1973 году. Но сначала это было... На кассетах было название Рижское завод, но производились они в Таллине. Потому что в конце 60-х годов у них там было в мелодии, ну, в самом главном бюро там был такой семинар, они делали, но в Грузии они делали, не хотели там... Ну, делаем это, нужно делать фабрику, потому что в мире там начинаются эти маленькие кассеты, популярные станут и становятся популярнее. Но этот самый Кацман из мелодии, специалист, сговорил с этим звукорежиссором Вайна Верлин из Таллина. Ну, он тоже работал на студии Таллине. Говорил, если у вас было бы место в Таллине 300 квадратных метров, мы могли бы открыть этот кассетный завод в Таллине. Такая-то история. А качество самих кассет-носителя, ну, тогда считалось, что они очень-очень-очень низкого, в отличие, не знаю, там от БАСФа, от Сони, от прочих производителей, да? Да, я понял, понял, да. Ну, всякая квалитация, это зависело от ленты. И некоторые, ну, в Таллине в основном производили экспортные кассеты. Есть такая, вот, например, Совет Суперхит. Я не знаю, это... Да, видно, видно. Это новое. Волюм-2. Ну, и что там за суперхиты, например? Что это за год? Что внутри? Ну, я не могу открыть, но там есть из Латвии, там есть, кажется, Лайма Вайкулы. Ну, в основном, как бы из России, но есть в основном из Латвии, Раймундс Паулс, Лайма Вайкулы. Но было, отличалась квалитет ленты. Некоторые, в основном, в тайлинских кассетах, они там производились с лентой из Германии. БАСФ, например, такая фирма. Ну, какие-то партии. В основном для импорта. Эти экспортные кассеты, которые делались... Принцип такой, все лучше детям и иностранцам, да, получается? Мы покупал Советский Союз в Германии хорошую пленку, чтобы в Германию уже потом возвращать эти кассеты. А местные жители пускай пользуются там МК-60 или как они называются. Да, да. Например, у меня сейчас в руках в Зодиак вторая кассета 1984 года, это посвящается советской космонавтике 25 лет. Она была там на английском языке, там написана и на русском. Это самое Зодиак. Если мы вот так вот... Сталинское это. Шире посмотрим. Это речка. О, интересно, интересно, да. Если мы так вот более широко посмотрим, можно ли сказать, что вот, ну, все-таки кассеты позволили сохранить какие-то редкие песни, ну, что для истории. Вот, кроме вот истории самих кассет, вот то, где мы сейчас даже не можем найти какие-то, может быть, студийные записи, а вот на кассетах удалось сохранить. Да, есть такая уникальная кассета. Это, это реплика, да, это не оригинальная, потому что оригинальная стоит 150 евро в наши дни. Это Зодиак, первая кассета, первый альбом Disco Alliance на кассете. Он, кажется, выдался в 1982 году, да. Сейчас он, я купил на Питере, ну, в Санкт-Петербурге, да, прислал парня 4 года назад, когда я начал это исследование. И там в этом реплике и в оригинальном, это хромовая лента в наши дни, но это было первого типа, первое издание, да. Но там есть две песни больше, чем в этой пластинке, которая выдалось 20 миллионов эксемпляров, кажется. Они, эти треки больше ни в каком издании, ни на виниле, ни на кассете, только этой кассете. Это два, как бы, трека, да, это Гиминеи, да, один называется, это другая песня от твоей несуществующей спички. Да, они поют, это диско, да, в конце 70-х лет, поет Сандра Алсиня. Это не инструментальный, но это... Удивительно. А это уже история, да. Я сделал там спор между, ну, как бы, любителями кассет 4 года назад, и я спросил, ну, как бы, послал имейл Лусану, да, Янису, что это за треки, это на самом деле, или что-то там самодельное в Петербурге сделали. Он сказал, эти мои первые две песни, которые я создал в конце 70-х лет. А у нас как раз недавно наш коллега Олег Пека создал цикл про Зидиак как раз, такое совпадение. Может быть, да, такой, а, ты хотел, может быть, такой технический вопрос, насколько, есть ли опасность, что вот эта, не знаю, запись, что кассеты будут негодные для проигрывания, для прослушивания, лучше переписать их на компьютер, на какие-то другие носители? Ну, да, я думаю, что это хорошая идея, но со старыми кассетами неоднозначно, не можно сказать, что у меня самая старая октава литовская такая, ну, оркестр, да, там тоже Раймонд Спаус присутствует, Иварс Вигнерс в этой записи. Она оригинальная, но она тоже звучит из 74-го года очень хорошо. Вот, пожалуйста. Я думаю, что если у вас какие-то редкие записи на кассете, лучше делать это копии. Есть у меня примеры, когда кассета не звучит очень хорошо, даже 85-го года кассета не звучит очень хорошо. Скажите, это зависит от, как я уже сказал, было ленты, которые купили в Германии, в Федеративной Германии, в БАСФ, да, и были на СВЭМа ленты, которые выпускались на Советском Союзе. Да, были СВЭМа, еще же бобильники были. Они не были так высококачественны, как эти зарубежные ленты. Раймонд, что касается 21-го века, мы видим перерождение пластинок, уже не первый год, они бьют рекорды продаж. Что касаемо кассет, они новые выпускаются, насколько они популярны сейчас? Да, это моя основная специализация. В наши дни я исследую латвийские винилы, начиная с 87-го года до наших дней, и тоже кассеты, начиная с 2010-го года до наших дней. В этом году, я считаю вместе, кассеты и ленты. Есть лейблы Латвии, которые выпускают на лентах, например, Ерсика Рекордс, у них в основном они как бы джазовый лейбл, джазовые и импровизательные музыки лейбл, но они предлагают, цены большие, но предлагают на лентах. В этом году я сосчитал 32 выпуска, ну, как бы, кассеты и ленты вместе с латвийской музыкой только. Конечно, это глобальная тенденция выпуска кассет и даже лент. В России есть лейблы, лентовые лейблы, да, к примеру, Шабаш Рекордс, это в Сибири, кажется, но там даже на Питере, на Москве есть лентовые, ну, широкая лента, которую выпускают. И есть тоже такая книга, каталог 100 советских, как бы, подпольных изданий и лентах. О! Да, вот... У меня есть дома. Вы сказали такую интригующую, может быть, вещь для коллекционеров или для тех, кто просто интересуется, что вот отдельная кассета стоит 150 евро. А, я тоже обратил внимание на бешеную цену. Да, а вообще, от чего это зависит, от стоимости вот этой кассеты? Это зависит от редкости. Вот это сейчас стоит, можете, Zodiac, второй Zodiac, альбом, он дискога, можете в Израиле покупать, будет 102 евро. То есть уже добрался до Израиля? Ну, скорее, я бы назвал это реэкспортом. Там можно купить за 100 евро и привезти и слушать в Латвию. И продать за 150 евро. Да, я в основном свою... У меня где-то 25 кассет за 4 года я собрал, но в основном я купил их в Израиле и в Америке. Немножко в России. А как? То есть, в принципе, это наше... У меня в Израиле есть хороший дилер. У него много советских кассетов есть. То есть люди привозили просто с собой, когда уезжали, да, видимо? Я думаю, что это точно было так. Были меломаны в те времена, да. Ну, конечно, уезжая, меняя страну, переживания, ты же берешь самые дорогие. Один такой редкий и редкий, это двойной альбом, да. Это, ну, как бы музыкально, это на пластинке тоже есть. Это концерт Раймонда Пауса в Москве. Там, и, как бы, водитель концерта, ну, как бы, ну, не водитель, а... Руководитель, да. Да, ведущий. Это был Алла Пугачёва, да. Ага. Это тоже стоит, ну, много в наши дни. Это кассетное... Нет, это не самое важное, как оно звучит, но это, как он выглядит. Это как формат для коллекции. Это очень большой ценност. Ага. Вот такой... А была ли у вас такая ситуация, когда сами авторы, исполнители, не знаю, композиторы звонили вам и говорили, слушай, вот, есть у тебя, я хочу вот поностальгировать, у меня спрашивают, у меня у самого не сохранилось? Нет, единственный случай был, когда я сам послал имейл Янис Лусан и Зодиака, и спросил, и тогда он сказал, что у него нету, может, я могу ему, как бы, прислать. Ну, я сделал дигитальные копии и прислал ему. Ага. Ну, это вот эта кассета, которую вы показывали, да, Старый Альянс, с двумя дополнительными треками. Раймонд, Паус не звонил мне пока. Пока не звонил, да? У него довольно много работы, четыре пластинки, ну, как бы, вышли последние пару годов. Да. Венели. А, в принципе, можно оценить какую-то запись, вот, самую исторически ценную и материально дорогую из латвийских записей на кассетах? Ну, вот какой топчик? Вы показали Зодиак за 150 евро. Есть ли что-то ещё дороже или ценнее в другом плане? Ну, все они у меня очень ценные, потому что, я думаю, что много экземпляров не осталось. Это Модуа, тоже Раймонд, Паус. Да. И один такой, очень удивительный, в общем, кассеты мелодии вышли в основном на первом типу ленты, ну, не самая лучшая, но есть одна кассета, которая на хромовой ленте, оригинальная мелодия, это Раймонд, Паус, эстрадные песни, вот эта кассета. Ну, да. Мы видим, да, я в жизни такую никогда не знаю. Я, как бы, рассматривал последние четыре года все возможные каталоги о мелодии, о кассетах мелодии, но это, если смотреть, у мелодии было 2153 изданий на кассетах, но это единственный на хромовой ленте. Я думаю, что это, я думаю, что через годы он тоже будет сильнее. Ну, сегодня будет очень... Раймонд, вы сказали, что четыре года занимаетесь этим исследованием, а конечная цель его какая? Вообще, для чего вы это делаете? Сохранить для истории, каталогизировать, собрать физически, к нему написать? Ну, я занимался... Кассетами. До этого я, как бы, занимаюсь диджейством и исследовала эти кассеты, пластинки, да. Но у меня это очень интересно было, что я узнал, что в Питере сделали такую вот реплику зодиака. И так я узнал, что в советские времена тоже были больше кассетных изданий, чем я вообще знал, да. Ну, я узнал, что нет никакой информации больше, ну, в основном о латышской музыке на кассетах. И я начал сам собирать. Просто было интересно, если это было в каком-то уже каталоге, все готово, это не было бы интересно так. Но сейчас, когда вообще нету такой информации, в одном месте латвийская эстрадная музыка, это, ну, в советском времени, до 90-го года, 71-го года. Ну, вот и благодаря вам, собственно, такой каталог может появиться. Но это важно для сохранения, для истории всего этого музыкального наследия. С этим 50-летием это исследование, я думаю, что не завершится, что где-то в последнее время тоже какие-то, как бы, фотографии я нашел, о каких-то изданиях, о которых я не знал. Мелодия, например, кто-то там фотографию там положил в интернет. Фотографии даже ценные, потому что, если посмотреть по большому российскому каталогу кассет мелодии, мы не знаем много изданий, как они вообще выглядели. Нет даже фотографий, не говоря даже о кассетах, самых кассетах. В 70-е годы тиражи были очень маленькие, кассеты. В 80-е начали там расти. Ну что ж, спасибо большое, да. Тем более ваш труд важен. Напомню, мы беседовали с музыковедом, диджеем Раймондом Мэжиксом, автором исследования о первых 50-ти годах записей латвийских музыкантов на кассетах. Удачи в вашем исследовании. Ну и с нетерпением ждем его результаты, этого каталога, и будем продолжать слушать знакомую с детства музыку. А мы сейчас переверемся буквально на пару минут, поскольку нас ждет, как ты сказал, вишенька на торте. Действительно, поговорим об очень такой интересной теме, резонансной, вызвавшей большой интерес, о предложении депутата Реческой Думы Лаймы Гейкина создать такую, вести должность, условно его назвали ночной мэр. Речь идет о координаторе ночной, ну в какой-то степени развлекательной жизни в столице. Неоднозначная инициатива, об этом мы обязательно поговорим. Собственно, автор идеи Лайма Гейкина и расскажет в нашем эфире буквально через несколько минут. Есть. Ультра, нау.